Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Уфе острые респираторные вирусные инфекции заразились почти 5,5 тысяч человек. Снижение на 32%. Показатель заболеваемости в республике находится ниже эпидемического порога на 18%. В Башкирской столице ниже на 35,5%. Около половины пациентов – дети до 17 лет. И специалисты прогнозируют скорое начало сезона по гриппу и ОРВИ в республике. Что касается COVID-19, за сутки прирост составил 102 случаев, выздоровели 231 человек. Таким образом, число подтвержденных диагнозов с начала пандемии перевалило в республике за 33 тысячи. Выздоровели 29 тысяч человек. Жертвами коронавирусной инфекции стали 383 жители республики. Эксперты оценили возможный скачок розничных цен на молоко в случае реализации концепции расширенной ответственности производителей. Как сообщил РБК ОФА генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов, анонсированный ранее некоторыми СМИ рост чека на 10-15% не обоснован, так как с введением экосбора себестоимость производства продукции вырастет максимум на 1%. И это при условии введения стопроцентного норматива утилизации и увеличения экосбора вдвое, подчеркнул эксперт. Объем затрат бизнеса может увеличиться до 10 миллиардов рублей, тогда как в настоящее время он достигает полутора миллиардов. Что касается практической реализации механизма расширенной ответственности производителей, есть два пути – самостоятельной утилизации упаковки, либо создание для этого кооперации. Причем до третьей кампании, представляющих пищевой рынок, могут воспользоваться данной возможностью. Когда мы об этой теме рассуждаем, мы должны понимать и принимать во внимание одну важную очень тему, которая сейчас активно дискутируется не только в мире, но и начинает дискутироваться в России. Это вопрос влияния на деятельность кампании так называемой ESG-стратегии. Это Environment Social Governments. Эти истории очень важны с точки зрения компаний, которые занимаются экспортными поставками, они очень важны с точки зрения компаний, которые занимаются заимствованием на иностранных рынках. И вот такая ответственность по отношению к экологии в части environmental, она на самом деле очень важна с точки зрения реализации компаниями именно ESG-стратегии. Поэтому я думаю, что для многих компаний это будет очень важной историей. Также Артем Белов отметил, что в 2020 году выросла себестоимость как производства сырого молока, так и его переработки примерно на 18,6% соответственно. При этом стоимость цены продукта на полках магазинов увеличилась за год лишь на 3,5%. Таким образом, рентабельность сокращается, что снижает ее привлекательность для инвесторов. Башкирские парламентарии собираются принять закон, защищающий права многодетных семей на получение земли. Инициативу планируется рассмотреть на ближайшем пленарном заседании. Документ даст право получить бесплатный участок и льготным категориям семей даже в случае смерти ребенка. Как отметил председатель Госсобрания Константин Толкачев, на практике не раз бывали случаи, когда семья встает в очередь на получение участка и в период ожидания, который зачастую длится годами, умирает ребенок. В итоге тяжелая ситуация усугубляется еще и потеря права на получение земли, так как семья перестает быть многодетной. И такая же ситуация происходит и в случае гибели ребенка-инвалида. Поэтому депутаты считают, что участок должен предоставляться в любом случае, если семья уже встала в очередь. В Башкортостане оборот розничной торговли за январь-февраль 2021 года упал на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На одного жителя республики приходится 36,5 тысяч рублей. Данные опубликовал Реарейтинг. Таким образом, республика в числе 54 регионов, где произошло падение оборота. Сильнее всего пандемия ударила по Свердловской области снижение на 13%. Также показатель заметно сократился в Омской, Самарской и Нижегородской областях. Увеличение же розничного товара оборота произошло в 30 регионах страны. При этом лишь в двух субъектах оно составило 5 и более процентов. Лидерами по приросту стали Краснодарский край с динамикой плюс 9% и Камчатский край плюс 5%. По итогам за январь-февраль мы видим уменьшение товара оборота розничного на 0,6% пункта по отношению к тому же периоду прошлого года. Но в прошлом году было начало пандемии и был ажиотажный спрос на отдельные виды товаров. По нашим прогнозам товар оборот к середине этого года должен вернуться на прежний уровень. И к концу года мы планируем, что товар оборот розничный увеличится на 2% пункта. По данным Министерства торговли и услуг Башкортостана, оборот розничной торговли в январе-декабре 2020 года составил 911 миллиардов рублей. Удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, а также табачные изделия и непродовольственные товары, составил 49,5%. По абсолютному показателю оборота розничной торговли, республика входит в первую десятку регионов страны. На этом у меня все к этому часу. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на РБК. Всего доброго.